Я живу у сестры, и с ее сыном происходит что-то странное и пугающее. Часть 2. Прошло уже два дня с той жуткой ночи, и мысли о случившемся до сих пор меня тревожат. Я не стал подробно рассказывать сестре о том, что произошло и что мне говорил Сэмми, но я попытался намекнуть, дабы не обидеть ее, что с Сэмми происходит что-то странное. Ее реакция была, конечно, предсказуема, но я посчитал, что все-таки стоит поставить ее в известность. Она бросила трубку и затем перестала отвечать на мои звонки. Сегодня сестра прислала мне голосовое сообщение. Она думает, что я сошел с ума и порекомендовала мне обратиться к психотерапевту. Она плакала, когда говорила это. Она также сказала, что никогда не видела, чтобы взрослые люди вели себя так глупо. Я не могу сказать, был ли это намек на то, что она больше не желает меня видеть или нет, но я не злюсь. Ведь ее тоже можно понять. Может быть, разговор с терапевтом – это действительно хорошая идея? Я не знаю. Я даже не знаю, что думать и как быть дальше. Следующие две ночи я ночевал в отеле в городе и едва мог спать по ночам. Я сказал сестре, что безумно занят работой и у меня нет пока времени приезжать к ним. На самом деле, я просто боялся вернуться туда. Она была разочарована, но сделала вид, что поверила. Я часто думал о Сэмми в течение этих двух дней. Часть меня все еще была в ужасе, а другая часть думала о странном способе, которым он изгибался в темноте. Еще эта жуткая улыбка на его лице, когда он прошептал «цсссс». То, что я услышал от него сквозь тонкие стены, напугали меня до чертиков. Я пытался дать сам себе какое-то объяснение на этот счет, но безуспешно. Возможно, мой разум обманывал меня? Или я воспринял всю ситуацию страшнее, чем она была на самом Черт, но я ведь действительно слышал то, что сказал Сэмми, и даже если Сэмми стал намного более функциональным и держит это в секрете, разве это не хорошо? Конечно, это жутко, но я должен попытаться поговорить с ним и выяснить все в любом случае. Впрочем, чем дольше я находился вдали от их дома, тем менее реальной казалась мне эта жуткая ситуация. Но даже это меня не успокаивало. Моя последняя рабочая неделя в городе закончилась в 10 вечера. Я сразу позвонил сестре и сообщил, что буду ночевать у них. Я приехал слишком поздно, но следующий день у меня был свободен, поэтому я решил провести свободное время с сестрой и Сэмми. План состоял в том, чтобы выбрать момент и пообщаться с Сэмми один на один и посмотреть, не раскроет ли он мне еще какие свои секреты или, быть может, даст понять, что это была просто его шутка и я без причины накручиваю себя. Надеюсь, завтра все выяснится и я наконец успокоюсь. Я быстро поужинал по приезду и пошел отдыхать. Я помню, что было уже заполночь. Идя по коридору в спальню, я взглянул за дверь Сэмми и на мгновение застыл. Там не было ничего тревожного, но внутри меня был страх. Я не знаю, как я убедил себя в обратном. Мне было трудно набраться смелости, чтобы снова войти к Сэмми в комнату. Неожиданно моя сестра заметила, как я остановился посреди коридора. Она спросила, что случилось. Я улыбнулся и сказал, «Ничего, сестренка, все в порядке». Она пожала плечами, улыбнулась и пошла в свою спальню. Я пошел к своей комнате, открыл дверь и сел на кровать. Я коснулся тонкой стены рядом со мной. Кровать Сэмми была на другой стороне этой стены, менее чем в метре. Эта мысль заставила меня содрогнуться. Я посмотрел на потолочный светильник над собой. Нет, сегодня я буду спать с включенным светом. Без вариантов. Хотя вряд ли удастся уснуть. Я начал прислушиваться, но Сэмми ничего не сказал. В какой-то момент я приложил ухо к стене, пытаясь услышать какие-либо звуки в комнате Сэмми. Ничего. Похоже, ничего не случится сегодня вечером. Я помню, как лежал в кровати, веки становились тяжелыми, боролись с желанием спать. Внутри меня было явное беспокойство, и я не чувствовал себя комфортно, находясь так близко с Сэмми. Я не заметил, как заснул, но я помню, как проснулся встревоженным. Я предполагал, что что-то слышал, что-то разбудило меня. Я мгновенно сел и осмотрел комнату. Ничего. Я посмотрел на свой телефон. На часах два тридцать. Я еще раз внимательно прислушался, но ничего не происходило. Я готов поспорить. Наверняка что-то произошло, когда я спал. Крик или грохот, из-за которых я проснулся. Что-то точно было. Я был уверен в этом. И в один момент это началось снова. Опять шепот в комнате Сэмми. Я приложил ухо к стене, пытаясь разобрать слова, но у меня ничего не вышло. Складывалось такое ощущение, что в комнате Сэмми есть кто-то еще, выглядело так, будто два человека разговаривают шепотом друг с другом. Но этого не может быть. Мне явно показалось, возможно Сэмми просто разговаривает сам с собой. Потом я услышал фразу, тихо прошептавшую жутким голосом Сэмми «Его нужно позвать в комнату». Моя кожа мгновенно покрылась мурашками. Я не хочу снова выйти в его комнату, неважно, что он сказал. Я сделал небольшое движение в своей кровати, и она издала громкий скрип. Шепот прекратился, я задержал дыхание. Он что, услышал это? Затем Сэмми спросил меня «Хорошая ночь, не так ли, Шон?» Я не желаю, чтобы сегодня повторилась та жуткая ночь. Не буду его провоцировать на разговор. Мне хватило в прошлый раз, поэтому я просто ответил. Спокойной ночи, Сэмми, и все же я хотел, чтобы он знал, что я слышал, как он шептался несколько минут назад. Что все эти игры и шутки должны закончиться прямо сейчас. С меня довольна. «Сэмми, я слышал, как ты шептался. Я хочу, чтоб ты понял, я не пойду к тебе в комнату сегодня. Уже очень поздно, надо поспать. Увидимся утром». И тут я вздрогнул от того, что он сказал дальше. У меня не было плана на такой случай, никогда даже не рассматривал это. «Шон, я сам к тебе тогда приду сейчас. Хочу посмотреть на тебя», – сказал Сэмми жутким тоном. Я затаил дыхание, а сердце начало биться так, словно готово выскочить наружу. Затем я услышал легкий топот ног Сэмми, когда он двигался через свою комнату. Я помню, как я пытался себя успокоить. Я говорил себе, Сэмми – аутист, ему всего одиннадцати лет. Ты взрослый, овладей собой, Шон. Я услышал слабый скрип двери его спальни, когда она медленно открылась. Это просто взволнованный ребенок, который хочет прийти, чтобы поздороваться со своим любимым дядей. Ну не в три часа ночи же, черт возьми, что за мысли лезут мне в голову. Это хорошо, если бы так было на самом деле. Может быть, как раз мы могли поговорить прямо сейчас? Слышу, как Сэмми прошел по коридору. Он остановился за моей дверью. Я все еще молчал и не двигался. Он остановился там и стоял довольно долго, и я начал верить, что Сэмми сдастся. Он развернется и вернется в свою комнату. Но потом я увидел, как дверная ручка медленно начала поворачиваться. Пожалуйста, будь Сэмми, которого я знаю и люблю. Не тем Сэмми, которого я видел две ночи назад. Господи, пожалуйста, дверь медленно начала открываться. Сначала он заглянул, и была видна только половина его лица. Затем он вошел, не отрывая взгляда от меня. Мое сердце остановилось. Сэмми снова улыбнулся. И это был взгляд, который все еще говорил. Даже не думай проболтаться. Никто не поверит тебе. Сэмми, на которого я смотрел, совсем не выглядел аутичным, но и на обычного человека он также не был похож. Маленький мальчик, стоящий передо мной, выглядел обеспокоенным. Он выглядел диким, бездушным. Я был все еще в ступоре. Я не сдвинулся ни на дюйм и не произнес ни слова. Сэмми посмотрел прямо мне в глаза. Его улыбка расширилась. Еще раз повторяю, он не походил на Сэмми, которого я знаю. Он четко и ясно сформулированно, леденящим душу голосом сказал «Привет, дядя Шон». Мы смотрели друг на друга, но я так и не осмелился ответить ему. То, что произошло дальше, происходило будто в замедленной съемке. Я не мог поверить в то, что видел своими глазами, но это было настолько реально до ужаса. Сэмми медленно начал возвращаться в свою аутистическую форму. Сказать точнее, его глаза опустились, выглядели пустыми. Он снова немного ссутулился и медленно покачивался из стороны в сторону. Он выглядел как Сэмми, которого я всегда знал. Он снова стал моим аутичным одиннадцатилетним племянником, но это не длилось долго. Он поднял голову и выпрямился. Его глаза будто посмотрели сквозь меня. Появилась зловещая улыбка. Сэмми слегка хихикнул, продолжая смотреть на меня, а затем медленно сказал «Ладно, успокойся, отбоишь он». Потом он нажал на выключатель света. Да, черт возьми, я тоже не могу поверить, что это случилось. Он щелкнул гребаный выключатель света и теперь мы в полной темноте. Я помню, как мое зрение медленно начало приспосабливаться к темноте. Я помню появившийся силуэт Сэмми, он все еще стоял у двери. Я не мог видеть ясно, но я помню, как смотрел на тени конечностей движущихся там. Он искривлял руки и ноги разными способами и казалось костей внутри у него просто нет. Затем в этой искривленной позе он медленно пополз в мою сторону. Казалось еще немного и у меня остановится сердце от ужаса, который я испытывал. Я начал кричать. Это был очень громкий крик, который вырывался буквально изнутри моего тела. Крик сумасшедшего. Он был такой громкий, что граничил с истерией. Я помню, как осматривал комнату, ничего не видя, все еще крича при этом. Это продолжалось так долго, что я помню, как пытался прекратить кричать, но не мог остановиться. В конце концов свет включился. Это была моя сестра. Я все еще кричал. Я помню, как она громко ругалась на меня со слезами на глазах. «Что происходит, Шон? Что с тобой?» Я продолжал орать. Она начала меня трясти. «Шон, успокойся, ты пугаешь Сэмми!» кричала она. «Да? Это я пугал Сэмми? А может, наоборот?» Мой крик медленно перешел в истерический смех. «Прости, моя сестренка, но это именно так и есть». Моя сестра начала трясти меня, кричать, чтобы я взял себя в руки и успокоился. Затем сестра снова схватила меня за футболку и сильно ударила ладонью по лицу. Странно, конечно, но это сработало, я перестал смеяться. Я начал издавать какие-то стоны. Моя сестра села рядом и заплакала, спрашивая меня. «Шон, что с тобой происходит?» «Ты явно сходишь с ума, нам очень страшно из-за твоего поведения». Я помню, как схватил ключи от машины и вышел из комнаты. Позже я понял, что я забыл все свои другие вещи там и мне пришлось вернуться. Моя сестра все еще плакала, сидя на кровати. «Ты мне так и не ответил, что с тобой происходит?» «У меня был кошмар», — сказал я, «мне очень жаль». Это звучало невероятно и пафосно даже для меня. Моя сестра потеряла дар речи. Я взял вещи и спустился по лестнице, выйдя через парадную дверь. Это была девятичасовая поездка, но я ни разу не останавливался. Я был в шоке всю дорогу, и я мало что помню. Прошло два дня, и я до сих пор не знаю, как поступить. Мне нужно время подумать, но я начинаю пытаться смириться с тем фактом, что моя сестра и Сэмми больше не являются частью моей жизни. Я никогда не вернусь туда снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова